Калейдоскоп На базе Ледового дворца «Москвич» вот уже второй год проходит соревнование, посвященное памяти Сергея Волкова, первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании. Мне кажется, что за последнее время интерес к фигурному катанию повысился. Сегодня на наши катки приходит большое количество желающих. И это, конечно, дает нам тоже большие просторы для того, чтобы выбирать лучших. Ну а соревнования всегда полезны, потому что ребята должны видеть, что рядом с ними тренируются и катаются, и выступают очень достойные соперники. Вы, наверное, помните Сергея Волкова? Вы знаете, очень хорошо его помню, потому что он выделялся совершенно необыкновенным цветом волос. Они у него были почти белые. И он был такой очень романтичный фигурист. Я его, конечно, помню. Болела за него. Поэтому очень приятно, что мы сегодня вспомнили этого выдающегося мастера и напоминаем ребятам о том, что у нас были замечательные бойцы и есть на кого равняться им. В 2006 году турнир проводился в одиночном катании среди юношей и девушек старшего и младшего возраста по произвольной программе. Участниками соревнований стали воспитанники московских дюз из дюшор. Судейство проходило по новой системе. Чтобы сегодня Сергей Волков был с нами и смотрел бы выступления этих ребят, как вы думаете, какие основные недостатки и положительные черты он бы отметил в катании? Нет. Я думаю, что сейчас он бы сказал, что все дети катались замечательно, потому что, в принципе, вообще фигурное катание стало сложнее и интереснее, на мой взгляд, и с новой системой. Потому что раньше в наше время и во время Волкова был такой третий вид соревнований, как обязательные фигуры. И мы катали фигуры, и мы знали эти шаги, мы знали эти тройки, эти скобки, эти крюки, выкрики. Сергей Волков был замечательным спортсменом. А каким он был учеником? Его отличало прежде всего это трудолюбие и ответственность к тем обязанностям, которые должны присутствовать у каждого спортсмена. Великий спортсмен, внесший неоценимый вклад в летопись мирового фигурного катания, наверное, нашел бы свои, какие-то особенные слова, дал бы юным фигуристам фирменный, Волковский совет. Может быть, Сергей Николаевич сказал, что всегда есть вершина, которой стремишься достигнуть, а достигнув, устремляешься к следующей. Это и есть тернистый путь. В 9 лет Сережа представлял яркую индивидуальность, самый координированный в группе, пластичный и необычайно способный к восприятию тонкостей школьных конструкций. Кроме того, Сережа, вероятно, обладал еще и огромным запасом энергии, поскольку его хватало и на занятия гимнастикой, футболом, стрельбой. До 7 класса он был в школе отличником, затем тоже всегда хорошо учился. Трудолюбие было также отличительной чертой Волкова, и не было ничего удивительного в том, что в 16 лет он стал чемпионом страны среди юношей. Тренировал Волкова тогда совсем молодой тренер Виктор Кудрявцев, который только-только после окончания института начинал самостоятельную работу и получил как бы по наследству Сережу от опытного Петра Петровича Тихонова. Как вспоминает Виктор Николаевич Кудрявцев, он очень выделялся среди остальных детей, был настолько мягок, что движениями напоминал кошку. Сергея отличало еще одно качество – потрясающая работоспособность. В то время, когда тренер уже мог возлагать на ученика определенные спортивные надежды, Волков мечтал стать летчиком-испытателем. У него была конкретная цель – поступить в летное училище в Ростове-на-Дону. В этом городе фигуристы регулярно проводили летние тренировочные сборы. И два года подряд Сергей подавал документы в приемную комиссию. Его забраковывали оба раза. Председатель медицинской комиссии категорически сказал – после первого же прыжка с парашютом ты останешься без ног. Сергей считал, что неудачи при поступлении в училище бросали его в фигурное катание как источнику для самоутверждения. Он уходил из фигурного катания с надеждой. С надеждой и возвращался. Сергей всегда анализировал то, как он тренировался, как он выступал, какие ошибки допускал и над чем надо работать. Но вообще был по жизни очень требовательным к себе человеком. Принципиальным, целеустремленным. Вообще он честный был человек, порядочный. Его, конечно, и за это еще ценили. Сергей, конечно, сделал огромный вклад в фигурное катание. Его одна школа что стоила, потому что такие колени, в общем, такую школу не имел никто, хотя та же шуба прекрасно исполняла школу. Это в женском одиночном катании, а вот в мужском как раз Сергей был лидером в этом. И его отмечали. И вот это скольжение, оно, конечно, ему удавалось и в произвольной программе. Так что вот это бесшумное скольжение, к чему сейчас, в общем-то, все стремятся. Биг спортивных достижений Сергея Волкова приходится на 1974-76 годы. В 1974 году он занял второе место на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Судьбоносные соревнования в Колорадо Спринц начались для Сергея с травмы. Во время первой же тренировки на американском льду Волков упал и получил разрыв связок коленного сустава. Все прекрасно понимали, что после такой травмы выступать он не сможет. Но Сергей решил выступать хотя бы в одном виде программы – в школе. Он откатал школу так, как не катал еще никогда в жизни. Отрыв от соперников получился громадным. Сняться с соревнований теперь после обязательных фигур Волков отказывается категорически. Хотя в данной ситуации соперников было гораздо больше, чем на европейских соревнованиях. И конкуренция была наиострейшая. Ему с травмой предстояло, казалось, решить непосильную задачу. Произвольную он выполняет идеально, сделав все три тройных прыжка. Тогда это был стандартный набор для мужского одиночного катания. И достать его уже невозможно. Так, в 1975 году в американском Colorado Springs был открыт счет с советским золотым медалем в мужском одиночном катании. К сожалению, травма, полученная на соревнованиях, оказалась серьезной и не позволила Сергею Волкову обрести лучшую спортивную форму. В 1978 он закончил свои выступления. Но его характер целеустремленный, волевой, обещал удачное продолжение. Сергей мечтал о счастливой тренерской судьбе. И признанный мастер в обязательных фигурах в качестве тренера начал работать с Александром Фадеевым, Александром Аптом, Таней Рачковой. Но тернистый путь звезды ледяной арены Сергея Волкова прервала страшная болезнь. 31 августа 1990 года Сергея Николаевича Волкова не стало. Человек, к сожалению, смертен. И его единственная возможность стать бессмертным состоит в том, чтобы оставить после себя нечто бессмертное. И хотя жизнь Сергея Волкова была коротка, искусство его бесконечно. Так что бы сказал великий спортсмен тем, кто сегодня выходит на лед? Моя не сдавшаяся песня. Сквозь облака тревог, блеснет зари улыбка. Еще один рывок, еще одна попытка. Еще один рывок, еще одна попытка. Еще один рывок, еще одна попытка. Пока вершина не взята, Не смей до страха опускаться. Она коварна, высота, Она не любит покоряться. Нам с детства снится небосвод И звезд серебряные чащи, И стал певцом иных высот Герой в бессмертие летящий. Летящий, летящий, летящий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова